Здравствуйте, друзья автомобилисты! Сегодня речь пойдет о жоре масла. А конкретно о тех двигателях, которые прошли немного, совершенно, то есть до 100 тысяч километров, а то может быть там за 100 тысяч, но с небольшими копейками, и у вас начинается вдруг ни с того ни с сего жор масла. То есть от замены до замены литр и более расход у вас идет. Я сам столкнулся с такой проблемой, и уже у меня дошло это до истерики. Я думал, что японцы совсем не скопали. Это у меня был Nissan Qashqai, купленный в автосалоне. Всю историю, естественно, я сам знал, так как я его эксплуатировал сам, с самого нуля. Каждый 10 тысяч я менял масло. И вдруг у меня на 90 тысяч пробега, я проверяю, а у меня не хватает масла больше литра. Больше литра пришлось долить, потому что уровень был настолько низким. Я уже думал, все, двигатель, все, все, пора ремонтировать, какие-то проблемы с двигателем. Начинают там сразу советчики, там димексиды, еще какие-то там промывки, раскоксовки. И оказалось все банально просто. Дело оказалось не в двигателе, дело оказалось в масле. Существуют детские виды масел, которые имеют свойство угара. В моем случае это было Castrol Magnetec. Оно очень сильно угорает. Я не знаю, может быть вы, когда сталкиваетесь с этим маслом, и вам попадает какое-нибудь другое масло. Но в моем случае Castrol Magnetec использовался несколько раз, и всегда был угар масла. То есть резко начинал падать уровень масла. Ни к чему хорошему это не приводит. До этого мне заливалось всегда фирменное ниссановское масло. Всегда на сервисе, и до этого у меня всегда держался один уровень масла. От замены до замены на 10 тысяч. Позже я начал изучать, со многими людьми общался на форумах, и мне многие люди подтвердили, что сталкивались с такой же проблемой. То есть резкий угар масла. Поэтому, если у вас произошел такой случай, когда вдруг неожиданно, не плавно, а неожиданно быстро появляется резкий жор масла на двигателе, который прошел немного, то прежде всего уделите внимание самому маслу. Замените его на другое, другую марку. Посоветуйтесь, поспрашивайте на форумах, кто рекомендует какое масло на данный момент, чтобы можно было купить оригинал. Залейте оригинал, хорошее масло, с хорошим моющим эффектом, и попробуйте на нем поездить. Вполне возможно, что ваш двигатель вообще в идеале, и никакого жора масла в нем нет. А это виновата. Именно само масло, как в моем случае. Если вам этот видеоролик оказался полезным, не забывайте поставить палец вверх. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока, друзья.